Привет. Что вы знаете о установке и удалении программ из системы? Если вы среднестатистический пользователь, то скорее всего немного, и все ваши знания ограничиваются двумя кнопками. Установить, когда приложение нужно, и удалить, когда потребность в нём отпала. И лишь сравнительно небольшая часть пользователей Windows знает, что происходит при установке новой программы в систему. Также они прекрасно понимают, что даже при полном удалении какого-нибудь приложения, оно обязательно оставит кучу ненужных файлов, папок, логов и следов в реестре. Проще говоря, установка и последующее удаление программ стандартным способом не является оптимальным решением, ведь оставляет в системе кучу ненужного мусора. К счастью, есть сразу две замечательные программы, которые решают этот вопрос. Сегодня я познакомлю вас с утилитами TotalUninstall и UninstallTool, а также покажу как ими пользоваться. А сперва полезная интеграция. При активном использовании ПК, особенно если часто скачиваются различные данные, могут появиться лишние копии уже существующих файлов. Они называются дубликатами. Таких дубликатов может оказаться довольно много, и даже если вы не подозреваете о их наличии, они всё равно занимают место на накопителе. Для удаления лишних копий файлов можно воспользоваться программой 4DDiG Duplicate File Deleter. Это приложение позволяет не только находить и удалять дубликаты стандартных файлов по типу фото, видео, музыки и документов, а вообще любых. Также программа обладает простым, понятным интерфейсом, а само сканирование достаточно быстрое и точное. Отдельного внимания заслуживают две полезные функции. Поиск дубликатов на Google Диске и отслеживание появления дубликатов в указанных папках. Более подробно о программе можете узнать в отдельном ролике и по ссылке в описании. Эта программа является самым популярным решением для отслеживания изменений в системе при установке программы и её последующего полного удаления. При первом запуске открывается вкладка установленных программ. Нажав на какое-нибудь приложение, Total Uninstall начнёт анализ и покажет обнаруженные изменения. Для удаления нажимаем на эту кнопку. Если по каким-то причинам в этой вкладке не отображается та или иная программа, её можно добавить самостоятельно. Нажимаем файл, добавить программу в список и указываем имя и путь установки нужного приложения. На самом деле Total Uninstall хорошо справляется с обнаружением изменений ранее установленных программ. Но такой способ удаления всё ещё не оптимален, ведь анализ зачастую показывает далеко не все изменения в системе и следы в реестре. Например, мне слабо верится, что такое тяжёлое приложение как Premiere Pro имеет так мало следов. Поэтому эта функция безусловно полезная, но, как я уже и говорил, не оптимальная. На следующей вкладке можно увидеть встроенные приложения Windows. Их также можно удалять, но делать это нужно с особой осторожностью. И лучше иметь при себе бэкап. На канале есть видео о создании резервной копии всей системы. Советую посмотреть. Также если хочется поэкспериментировать с удалением встроенных приложений, но делать каждый раз новый файл бэкапа неохота, можно воспользоваться шикарной утилитой Shadow Defender. Подробнее о ней можете узнать в этом видео. Следующая вкладка – самая полезная и интересная. Именно тут мы будем устанавливать программы и отслеживать изменения в системе. Перед установкой желательно завершить все запущенные приложения и процессы. Далее нажимаем «Установить» и делаем снимок системы перед установкой. Вводим имя программы и указываем путь к файлу установщика. Для примера я установлю приложение Monitorian, о котором также есть отдельное видео. Запускаем установщик программы и устанавливаем приложение в обычном режиме. После установки желательно немного поработать с программой, потыкать по разным галочкам, изменить какие-то настройки и тому подобное. Таким образом мы имитируем работу в приложении, и если при изменении каких-то параметров программа создаст новые ветки в реестре или запишет в какую-то папку логи, Total Uninstall это отследит. Закрываем свежевустановленную программу и кликаем сюда. После анализа журнал установки будет успешно создан. Как правило, в нем будут лишние записи. Это небольшая проблема, ведь журнал можно самостоятельно редактировать, удаляя ненужные записи. Если вы обычный пользователь и не знаете, какую папку или ветку реестра можно удалить, а какую лучше не трогать, то можете оставить все как есть. Ничего страшного от этого не произойдет. Теперь проверим две вещи. Первое. Наличие папки программы на диске C. И второе. Наличие следов в реестре. Что первое, что второе присутствует. А сейчас давайте удалим программу. Убеждаемся, что стоит профиль «Полное удаление» и кликаем «Удалить». Готово. Программа успешно удалена, а все изменения и следы, которые были записаны в журнал, исчезли. В системе больше нет ни папки с приложением, ни следов в реестре. Программа будто никогда и не была установлена на этот ПК. В этом и прелесть Total Uninstall и других подобных приложений. Они, в отличие от стандартных деинсталляторов, подчищают весь тот мусор, который остается от удаленной программы. Также Total Uninstall имеет модуль очистки от мусора и удобный диспетчер автозагрузки, в котором можно не только удалить ненужную запись, но и выставить необходимый тип запуска для служб. В общем и целом, Total Uninstall – отличный инструмент для грамотного удаления программ. Единственным минусом я могу назвать лишь высокий ценник. Это один из главных конкурентов Total Uninstall. В нем также можно удалять ранее установленные программы с очисткой следов. Приложения Windows тут разделены на три категории. Системные, скрытые и приложения Microsoft Store. Напоминаю, что с удалением этих программ нужно быть осторожным. Бэкап, Shadow Defender – все дела. Для установки новой программы переходим в эту вкладку и устанавливаем сервис мониторинга. Далее указываем путь к файлу установщика и устанавливаем программу. В отличие от Total Uninstall, Uninstall Tool формирует журнал изменений сразу после завершения установки. И изменить его самостоятельно не выйдет. Но это, как правило, и не нужно. Программа довольно четко определяет изменения в системе. Для удаления программы можно воспользоваться стандартным деинсталлятором по нажатию на кнопку «Деинсталляция». Либо произвести принудительное удаление с очисткой всего того, что было найдено в ходе мониторинга установки. В этом окне отображаются оставшиеся после удаления мусорные следы. Некоторые элементы можно оставить, если есть такая необходимость. Вот и всё. Программа полностью удалена. Uninstall Tool также имеет диспетчер автозагрузки. Он не такой гибкий, как в Total Uninstall, но всё же позволяет управлять записями. В общем, Uninstall Tool – это более простая программа, которая отлично подойдёт большинству пользователей. Также она обладает более приятным интерфейсом в сравнении с Total Uninstall, весит меньше, да и стоит дешевле. Сейчас, кстати, действует акция. Воспользовавшись специальным промокодом, можно получить скидку 50% на любую версию программы. Весьма выгодные предложения. Какой программой пользоваться – решать только вам. От себя же скажу, что оба приложения отлично справляются со своей задачей. Главное разобраться и не забывать отслеживать установку новых приложений. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok